Всем доброе утро. Сижу, работаю над своими видео. Почти 7 утра. Я до сих пор, как в то видео сделала, до сих пор сижу, работаю. Так, сейчас покажу над каким... Не над этим концертом, да? Вот у меня тут песни играют. Сейчас вам скажу к этим песням, что... Не знаю, потише сделать. Вот мой концерт. Последний, который был. У меня концерт набрал уже 500 там с лишних просмотров. И там комплименты я подтвердила. И хейтеров тоже много там разных вещей я прочитала. Сразу удалила, потому что это не соответствует действительности. Ну, я даже не знаю. Я даже об этом не думаю. Как говорится, в левое ухо влетело, в правое вылетело. Но они уже умудряются, там есть такая функция, клипы создавать из видео и дальше отправлять и своим там дружбанам или кому говорить, какая я там, как ужасно я играю и пою. Так вот. Это была песня, дети ночью на стихии. Играть не умею, петь не умею. Ничего не умею, короче, конченая. Так, сейчас я тут меня... Ну, так, и что я хотела сказать? Так вот, последний концерт. Я играла и пела. Усилитель был на гитаре, а ударные... Ну, ударные гитары были, а вокала не было. И, может быть... Ну, хотя я слышу мой голос, но я пела без вокала. Представьте, как я пела, что перепевала еще усилитель, ударный и гитару. Или кто попробует и так попеть, да? Это не оправдание, но это очень сложно сделать. Ну, конечно, надо микрофон подключать, когда я пою. Но это мне все это... У меня не всегда есть время все это подключить. Усилитель-то есть. Усилитель, хоп, гитару воткнула. Там этот подсайло прожектор. И все по-быстрому это делается. А микрофон, когда подключаешь, это нужно микшер достать. Микшер подключить. Потом вот эту подставку для микрофона. Микрофон, кабель. Ну, то есть очень много работы. И когда у меня нет времени на эту работу, то я играю вот так. Ну, даже если я микрофон подключу, то эти хейтеры, они... Ну, я никогда... Мое творчество может или нравиться, или не нравиться. Так что там я вот комплименты подтвердила. Кому нравится, кто в восторге и браво пишет, и сердечки шлет. Вот, и там у меня много других тоже поклонников и всего, и... А другие, ну, конечно, как же так? Женщина на гитаре с низким голосом поет. Ну, конечно, это трудно воспринимается, особенно мужскому населению. Русскоговорящему мужскому населению. Ну, что теперь? Привыкайте или не привыкайте, слушайте другую музыку. Я не знаю, пошлите, пошлите какую-нибудь музыку, которая... Я вот даже не знаю, что в России есть, что можно послушать. Есть что-нибудь? Вот что я слушала, какую музыку я в России слушала. Вот даже есть очень много видео, вот я на ТикТоке вижу. Плагиат или не плагиат. Вот ставят и группу кино, ставят и Король и Шут, и другие группы. Я не хочу плохо отзываться о этих группах, но... Своего-то ничего нет. Вот я даже не знаю, какая группа у нас в России есть, которая играла свою музыку. То, что они свои слова там придумали и на эту мелодию поставили, это ясно. Но музыка-то с запада вся слизана. Даже мелодии все одни и те же. И у группы Ария. Все песни слизаны, все слизаны. Я даже не знаю, у кого оригинал... Какая группа в России играла свою музыку. Все с запада слизано. К сожалению. Из-за свое выдано, ну. То есть вы, может, это не слышите, но я как музыкант все слышу. И также я слышу западные группы. Откуда они слизывают? Сегодня я вообще увидела видео, была в шоке. Откуда Майкл Джексон свое творчество слизал? С 34-го года. Там танцор такой танцевал. 1934-й год. И лунная походка, и вот эти все движения. Все слизано. Майкл Джексон от того слизал. Там кто... Ну, короче, каждый у кого-то что-то слизывает. Я понимаю, когда слушаешь музыку, влияние оказал какой-нибудь музыкант, гитарист, певец и все. Это еще ясно. Может, там слышно, да, это оттуда пошло. Но когда мелодия один в один слизывается, я считаю, это ужасно. Это преступление. Ну... Что теперь? Вот так вот. Вот такой у нас мир. Так что если углубляться и смотреть, то одно вот так вот. Оно идет вот так вот. Как доминоэффект или как... Даже не доминоэффект, я не знаю, как... Я даже не знаю, как это описать. Ну, копия какая-то, плохая копия того. О, копия, копия, копия и какая-то копия. И вообще какая-то дешевка там чего-то вот. Ну, оно вот так. А надо углубляться туда вот, откуда это пошло. Вот я углубляюсь и смотрю оттуда. Ну, конечно, все с классической музыки. А если мы классическую музыку убираем, то от птичек... Птичек, водичка, водопад, там ветер подул. Вот так вот, как композиторы вдохновлялись раньше. Вот как Бетховен, там Моцарт, они там от чего вдохновлялись. Там раньше нельзя было... Ну, не, они на концерты, может, ходили, там слушали других. Да, они тоже слизывали. Там, если посмотреть тоже видео про классическую музыку, там тоже такой слиз идет в классической музыке. Так что даже неизвестно, откуда все пошло. А птичек, от птичек, от птичек, от природы. Ладно, я надеюсь, я никого не обидела. Так что надо жить дружно и давать людям творить. И чем больше мы будем творить, вот каждый что будет творить, больше будет мира на земле, больше будет гармонии, красоты и другие вещи будут выходить на второй план. Если мы будем больше творить, творить, творить. Я как художник и музыкант, это моя миссия. В такой короткий срок, такая короткая жизнь. И вот я выбрала свой путь творца. И вот я творю. И я рада, что у меня много людей, которых я делаю счастливыми. Вот это для меня счастье. Я делаю себя счастливой, потому что я без этого не могу жить. И других людей делаю счастливыми. Это для меня счастье. Ну, а хейтеры, это как же без них? Как же без них? Никуда без них не денешься. Ладно. Я вам, хейтерам, тоже желаю всего хорошего. Не болейте. Будьте счастливы. Всем мира и добра. Муа. Муа. ПОДПИШИСЬ.